Я хочу термокружку, чтобы с собой кофе брать и ехать на тренировку. Мы пришли в наше любимое заведение. Не слушай меня, делай, как ты считаешь правильный этап. Она все равно сейчас есть свою долю. Самая красивая жена, которая вообще есть в этой вселенной. Продолжим нашу тему, которую мы сейчас затронули по поводу наших дальнейших планов. Понравилось сегодня в этой кофте? Хочу показать вам мою жену. Распаренный, хороший, краснощелки. Ходи от меня. Друзьяшки, привет. Привет. Вышли чуть погулять вечером. Такого мы пока что не делали. Сейчас смотрим, там свет где-то горит, что-то новое. По-другому же ночью все видно. Говорит, мы вообще здесь не ходили, да? Освещение другое город. А я говорю, мы что-то тут не ходили. А потом смотрю, знакомая там что-то. Храм красивый. Да, и говорю, все, были. Здравствуй, другими глазами смотришь ночью на те места, где ты не был. Где ты был. Где не был. Ладно, друзья, пока что подписываемся, ставим лайк, колокольчик и приятного просмотра. На днях Танюшке говорю, я хочу термокружку, чтобы с собой кофе брать и ехать на тренировку. Я на тренировку еду где-то минут 40. И ей в голову вошло. Сейчас она увидела в магазине, вон те термокружки. Я говорю, Танюша, это не те. Она все равно поднимается и смотрит. Нет, это не те. Я не хочу термос, я хочу стакан. Да вон же, посмотри, иди сюда, вон, видишь, зеленое и розовое. Нет, это не они, я не увидела. Просто не слушает, звучит и все. Танюша нашла какой-то закрытый клуб. Мы слышим музыку, и она хочет пойти посмотреть. Давай. Давай. Давай, быстренько. Давай, сюда. Открывай. Убегаем, убегаем. Убегаем, вообще-то. Я таких людей боюсь. С этими гитарами, микрооргами. Ну, вообще-то прикольно. Рок-музыка, это классно. Там типа концерты у них вообще-то. Это что-то на тяжелом. Что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Мы пришли в наше любимое заведение. И сейчас будем кушать вкусные какие-то сладости и пить кофе. Это лучшее, что может быть. Кушать сладости. Кушать сладости. Пойдемте. Так. Будем резать? Да. Как ты этого не хотела? Как ты этого не хотела? Да, кстати, друзья, чтобы вы понимали, я эти глиеры не хотела. Я хотела тортики. Но так как муж меня никогда не слушает, что бы он ни говорил. Нет, почему я так сделал, я всегда ее слушаю, потому что, когда я ее слушаю, она говорит, не слушай меня, делай, как ты считаешь правильнее. И вот и решение было принято. Если честно, да. Я сама ему говорю, меня не слушай, лучше делай, как ты считаешь нужным. Потому что я иногда такое навыбираю, а потом настраиваюсь. Типа все, что я выбрала, все какое-то либо сильно сладкое, либо приторное, либо вообще невкусное. Так что я доверяю своему мужу, хоть я и возмущаюсь. А, что делать? Кому-то надо. Ой, там какие-то шоколадные и белые. И смотри, будет сюрприз. Какого ты хочешь начать? С этого. Ребята, мы уже в этой эклерной были. Мы точно знаем, что это все вкусно. Чик, чик. Медовик. Она хотела медовик. Я тоже хочу вот так попробовать. Ты не представляешь. Это вообще нечто. Я тебе честно говорю. Сникерс? Да, со вкусом сникерсом. Надо каждый раз разное брать. И не по одному, а по три, по четыре штучки. Вот так. Почему так, друзья? Потому что цена вполне меняемая. Следующий вариант я беру маленький, ты берешь большой. Ну ладно, давай не маленький. Бери уже, не рассказывай мне тут сказки. Ну, крем. Очень вкусный. На самом деле сметанный. Это типа не обычные эклеры, такие как везде. Но это суперпотрясающе вкусно. Да. Это вкусно очень. Да, позволяет себе иногда такие неполезные шалости. Потому что это определенный кай. Счастье. Ключевой шовар, и на ледон. Раз в неделю. Ладно, дорогой, уговорил, пробуем следующий. Не будем ждать. Не будем ждать. Ты этот будешь пробовать? Да, я хочу этот фисташка. Я этот буду пробовать. Ну давай, хорошо, давай. Опять смотри, беру меньше. А тут смотри, тут крем, и еще и крем в креме. Крем в креме, шоколад, орехи. Там, короче, все просто, все. Ну что? Какой пока что самый лучший? Все. Ладно, теперь я. Этот самый лучший. Орешки, я орешки люблю. Тут скрытая тайна. Делай снимай, мальчики. Ну, это как вкусно. Что ты говоришь, наелась, да, уже? Друзья, я сейчас могу говорить, я уже, например, наелась. Тогда я съедаю этот и этот. Хорошо съедаю. Если ты меня проверяешь сейчас на отдачу, хорошо, я отдаюсь. Друзья, это обман. Она все равно сейчас съесть свою долю. Да нет же, нет, я только что ему сказала, что все хорошо, что в меру. Если бы я просто посмотрела там на медовик, и он, типа, этих четыре и медовик. Я говорю, не надо столько. Надо, чтобы съесть и получить удовольствие, а не, типа, обожраться уже такой, ну, уже еле идешь. Так что ты от тортов не будешь так еле-еле идти? Ара, я еди, я ем по чуть-чуть, по чуть-чуть. Литл, литл. Будешь пробовать? Да, конечно. Литл, да? Литл, один курс. Как я и сказал, чему быть, тому не поминовать. И ты знаешь словечки. Представляете, он мне делает это замечание. Я очень часто говорю слово ужас и слово боже. Это слова-паразиты. От них надо избавляться. Это некрасиво, неграмотно. И мне тоже это не нравится. Самая красивая жена, которая вообще есть в этой стиленной. И, друзья, моя красивая жена и я хотим рассказать вам, что у нас происходит сейчас в данный момент. Что у нас за планы на будущее поделиться нашей историей. Давай, начинай ты, а я буду добавлять. Значит, эту тему мы затрагиваем по тому, что вы задаете вопросы в комментах, спрашиваете нас о наших планах. Мы, конечно, сами не можем так особо вам что-то конкретное рассказать. Потому что, как вы знаете, год назад мы начали переезжать. Мы уже за этот год поменяли три страны. Мы попробовали пожить в наших родных странах. Мы попробовали пожить в Ереване. Мы сейчас приехали ко мне в Украину. И нам везде все хорошо, все классно. Но есть одно но. Тут очень сложно, по крайней мере для нас, пока что мы сразу только приехали, заработать какой-то нормальный капитал, который нам бы хотелось. А мы, как вы видите, хотим себе позволять чуть-чуть больше позволенного. Поэтому мы хотим больше зарабатывать. Не просто заработать деньги и существовать. Не на существование, а на какую-то нормальную жизнь. Мы готовы больше работать, больше трудиться. Но, естественно, мы хотим и больше получать. И так мы потыклись, помыкались. Мы реально от души ехали жить в Армению. Хотели там попробовать, как-то обосноваться. Надеялись, что у нас там все получится. Но с работой там, ну, те зарплаты, которые попадались нам на те профессии, которыми владеем мы, они нам честно не подошли. Мы сейчас приехали сюда. Тут тоже ситуация, к сожалению, не из лучших. Это все прекрасно понимают. Поэтому тоже тут особо не прорваться. Хочу сказать, тут не то, что не прорваться. Тут сейчас и особо возможностей нет. Потому что ситуация, которая есть в стране, это в первую очередь обсуждают, говорят об этой ситуации. А потом уже обо всем остальном. И все люди, которые сейчас есть в стране, они тупо занимаются тем, чем занимаются. Если они работают, они идут на работу и возвращаются домой. Все, больше ничем не занимаются. А у нас, плюс ко всему, как вы видите, ютуб-канал. И мы хотим развивать наш ютуб-канал. Тут это не интересно никому. Понятно? Да, да. Это в самом первую очередь мы хотим зарабатывать деньги нашей новой профессии. Тут это никому не интересно. Никто даже не хочет знать, кто мы такие и с чем мы занимаемся. По просмотрам вам уже понятно, что происходит. У нас очень маленькое количество просмотров стало после того, как мы переехали сюда. Почему? Потому что тут на самом деле тема сейчас, ту, которую мы хотим пропагандировать, это добрые, теплые отношения друг с другом, любовь, взаимопонимание. Вот какое-то добро, то, что мы несем, оно здесь не так сейчас актуально. К сожалению, здесь все говорят на другую тему и всем понятно почему. Поэтому, конечно, мы поняли, что здесь вот этот наш труд, он вообще не ценится, он вообще никому не интересен. Нас смотрят просто наши, те зрители, которые раньше смотрели, и то вот такая их маленькая часть. То есть больше ничего здесь не растет в этом плане. Между темой надо съесть свой кусочек сладкого кайфа и продолжить. Давай, да. Я та жёнушка, которая говорила, что не буду, конечно же, я буду. Они все вкусные. Но ты можешь выбрать один? Нет. Не можешь? Если я приду, например, выбрать один, я просто тыкну любой. Так что они все вкусные. Орешки. Но я тебе, как честная и порядочная жена, это отдаю. Не верю. Слышишь? Не верю. Сейчас камеру. Я тебе покажу, как в Армении, фы, все. Можешь сразу съесть, чтобы ты не говоришь, что я выключила камеру. И у тебя забрала. Я хочу чуть-чуть поборождать. Дай сюда, дай камеру, берись и дай сразу. Друзья, я обязательно покажу, если я съем это. Если. Так, друзья, только что позвонила нам, моя бабушка говорит. Она увидела этот рилз, где я там мешки обнимаю, и она говорит, не трогай меня. Она говорит, что вы поругались. Говорит, мы не поругались, это все на игры, но это же рилз, там другой формат, там мы чуть-чуть актерами являемся. Да, там приколы типа друг над другом. Да, она переживает, и она каждый раз, когда видит что-то, что ей не нравится, она звонит, спрашивает, а почему вы так делаете? Да, да. Почему вы поругались? Так что, к чему я это все рассказал, спасибо бабушке, что она так внимательно смотрит за нами, и вам тоже советую подписаться на наши социальные сети, там много приколов и интересного, которого мы сюда не выставляем. И хочу сказать еще разочек, похвастаться, у нас видео набрало 2,2 миллиона просмотра. Да, мы очень радуемся. Подписывайтесь. Продолжим нашу тему, которую мы сейчас затронули по поводу наших дальнейших планов. Значит, на сегодняшний день мы решили попробовать выехать в Европу, правильно я говорила? Правильно. Если у нас все получится, уже, наверное, не как туристы, уже попробовать поехать там пожить. Именно для этого мы сейчас делаем документы МЕЭ, мне нужно сделать разрешение на временное проживание, переводы и все остальное. Короче, собираем те документы, которые нам, может быть, пригодятся в Европе. И, соответственно, все уже подали, уже пришло время ожидания. И во время этого ожидания мы хотели с вами поделиться, и чтобы вы понимали, к чему мы все это делаем. Если, допустим, у вас есть какие-то советы, кто тоже выехал, кто прошел какой-то определенный путь. Если вы можете нам посоветовать, как в таких случаях действовать, поделитесь своими идеями или своими историями в комментариях. Нам будет очень приятно, и мы будем вам признательны, потому что нам сейчас нужна помощь, как никогда. Да, я тоже хочу попросить. Я знаю, что как минимум очень много армян живет в Европе, которые нас смотрят, и которые с удовольствием бы рассказали какие-то свои истории. И нам это очень поможет. Мы будем понимать, может быть, где как двигаться. На самом деле, в комментах, еще с тех пор, как мы приехали в Ереван, нам человек 50 написало, типа, почему вы не выезжаете, она украинка, почему вы не поедете, почему вы не в Европу, почему вы не в Америке. Ну, вот так. Мы хотели попробовать там. Сейчас пришло время, мы решили все-таки попробовать другим путем пойти. Поэтому, если у вас есть что нам дельное сказать, мы всем будем очень-очень признательны. Спасибо, ждем. Ребятушки, наговорились мы с вами. Все, мы выращаем домой. Увидимся завтра. Смотрите. Это что тут за Микки Маусы? Тебе понравилось сегодня в этой коксе? Да. Только я попросила про них решать, а у вас сегодня только один коробчик и я. У вас два человека было в садике? Да. Серьезно? И здесь? Да. Никого больше не было? Да. И ты ждала окопчика, да? Да. Нет, моя красавица. Ай, ты бороду, бороду потрогала такая. Потрогала или все на месте? Так это снимаешь? Это же не надо. Забыла. Забыла. Ты сейчас просто обнимашки и все? А мои бабушечки? Да. Да. И по мне соскучился, да? Чудик. Все, одеваемся, одеваемся. Что это за любовь у них такая? Это определенное удовольствие, конечно, вот этих киндеров забирать. Они такие все жизнерадостные, веселые. Да? Пусюсик. Хочу показать вам мою жену. Посмотри на меня. Красотка, да? Очень красивая жена. Мы идем в гости. Или что? Мы идем в гости, и она нарядилась. Вот такая красивая. Я наделала прическу, просто такую, как бабушка наша любит. Вот так, чтобы у меня там была пирамидка. Я надела сверху шапку. А у нас раньше была вот такая машина. Отойди. Вот прям такая-такая. Звали ее Джейка. У нее было имя, друзья. Вот так пропускают. Звали ее Джейка. Не Джейка. Джейка. Не Джейка. Джия. Джия, да. Я ее назвала Джейка. Джия. Хорошо, хорошо. Все. Себя снимаешь, чтобы ты меня опять снимаешь. Мне было казалось, что ты что-то хочешь с твоей, поэтому я на тебя навел. Ничего не хочешь сказать, тогда я скажу. А я иду без прически, без чего-либо. Просто подарки взял. И в добрый путь. Мы идем в гости к моей сестричке. У нас сегодня святой вечер. И мы будем опять вкусно кушать. Если бы вы хотели, я бы вам показывала. Но муж мой говорит, что очень много я показываю. Столы. Не надо вот это вот все. Вопрос к вам, друзья наши. Вам нравится, что мы просто показываем, повторяю, просто показываем, что мы кушаем. Не процесс готовки. Просто как мы кушаем. Конечно, нравится. Всем вообще надо садиться кушать, показывать перед всеми людьми, как мы кушаем, что вкусно, что невкусно. Мы не дегустаторы. Мы семейка Сири Конянов. Вот. Подтвердила собачка. Привет. Привет. А это вы принесли подарки. Что ты сказала? Почему вы принесли подарки? Он сзади увидел подарки. Не знаю. Это уже не твоя проблема. Привет. Самолет. Самолет, вертолет. Это праздник? Да. Мне приготовали кости. Что, гости к вам идут, да, Андрюша? Много гостей? Маша! Красотка моя! Ой, какая! Сейчас, Ванюша, кидай, кидай, просто кидай. Тебе нравится, когда я в капюшоне, да? Это она тебе одевает капюшон, да? Она же, когда ту худи увидела, говорит, теперь я как окоп. Андрюша, это не тебе, ты что? Да нет, я несу вам. Не, нам не надо нести. Сейчас придут гости, принесут свои подарки, а эти подарки мы им отдадим. Давайте. Может, рейку робко такой, капец. Вот я, Андрей, одел мою кофту. Андрей, покажись. Можно вот так снять просто. Хоп! И все. Так как вы еще не написали, показывать столы или нет, я еще не знаю, я по старой схеме обязательно покажу, потому что у нас красивый, вкусный стол. Вон, друзья наши кумовья говорят, конечно, все показывают, так что, естественно. Начинаем. Картошечка, бутербродики такие, кстати, хозяюшкам на заметку обжарены хлебушек, грушечка обжарена и сырочек бри. Селедочка такая, и такая рыбка, и тут у нас как, тут у нас все, даже грудку, да, спрятала всех гостей. Я хотела спокойно снимать, да, чтобы никто не кричал. Много, много еды. Я хотела все показать, а это, между прочим, Танюшка сегодня делала хачапурики. Танюшечка, хозяйка, армянская жена. Кто виноват, что ты готовила хачапурики, потому что хотела мужа делать лучше. Да, да. Научилась. Собя себя. Мы начинаем праздник, нам приятного аппетита. Прямая трансляция. Прямая может быть. Не волнуйся, все хорошо. Если что-то запишем, то запишем. Да. Моя Машечка сегодня красиво накрасилась и пришла ко мне, да? Да. Кто это так красиво накрасила? Вика. Вика, а тебе нравится? Да. Очень красиво. Ты думаешь, как? Ты зубки тоже красива? Губки. Губки. И глазки. А грешка? Светлух на нас, да. Мы идем домой с бутылочкой водички. Танюшка подалась в станции. Ее уже не остановить. Все было хорошо, весело и неповторимо. У нас тут чуть-чуть маленькая традиция преобразовалась. По воскресеньям мы уходим в баню утром. Ну, сегодня не так уж и рано. Сейчас уже время 9.15, но для Танюшки это очень рано. Ну ладно, Данюшка, ты пашешь. Пашешь, ждут уже. Ой, такой снег еще идет. Багажник можно нам? Привет. 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 Куда едем? Машуля. Где улыбка? На ванюх ворожек придавил. Кто тебя придавил? Ванюх. Хотелось, чтобы вы не увидите. Детки, скажите. Ты гулять? Да. А ты на... Ты выспался? У Машки кофта такая красивая. Опа, мама. Аааа. Динга-бел, динга-бел, ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Не, не говорю. А как ты хочешь? Потому что мне андолей. Андолей? Андолейка? Да. Бабуля уже открыла. Бабуля нам уже открыла, мы приехали. Заезжаем в банку. Заезжаем в королевство. Да. Это конюшня была вообще-то. Она начала строить. Масуля, у тебя такая курточка красивая, да? И кофточка. Ничего. Андре. Hello. Куда снег в рот? Ты что? Куда снег? Кто снег кушает? Отдевайте. Гриботик, колокольчик. Это что за детки такие красивые? Венички. Давай. Новый рюкзак? Новый рюкзак? Мне место рыбим за домом. Заходим. Давай ручку. Ручку давай. Ручку. Банька, 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 ура, ура. Смотрите, у нас морозит даже. Вот здесь водичка заморозилась, заморзла. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас, может быть, пока мы попаримся, еще и снежочек присыпется и будет еще и красивее. Ну что, малышка, пришла на баню и сидишь себе. Я, короче, друзья, очень не люблю холод, поэтому уже все парятся. Я еще прихожу сюда, собираюсь, хожу туда-сюда. А детки наши завтракают. Приятного аппетита, малышки. Андрей, вкусно? Нет, нет. Я, кулю, они говорят. Спасибо. Приятного аппетита. Кто не понимает, они говорят спасибо. Ребятки, я настроилась. Вся бригада Ухн наша там. Я тоже иду греться, париться. Хорошо, давай. Давай, покажи, что ты хочешь. Просто хочешь, чтобы мы поднялись наверх и показали, что там? Да. О, моя мышка. Ты моя мышка? А ты куда? Ты куда, товарищ? Тоже. Тоже? Да, хайдет. Хайдет? Мне тут страшно. Вам не страшно? Тут, ладно, посмотрим, что здесь. Давайте, вы лучше уже спускайтесь. Вы сюда все тоже? Третий уровень. Третий уровень прошли? Да. Давайте, вы париться будете? А вот что, друзья, я настроилась, тоже иду попарюсь, попробую, посижу, погреюсь. Танюшка сидит париться. Мы ее ждем и сейчас будем делать... А, это ароматизатор. Да. Это, который прибавляет запах. Тут мандарины какая-то была и очень вкусная. Сейчас будет у нас вкус мандарины. У тебя же такие щечки красные. Такой ты весь распаренный. Нитку хорошие. Краснощеки. Краснощеки. Сейчас ухлопают венечки. Вот так Танюшка выглядит просто после пропарки. Банщик наш говорит, что это нехорошее. А я считаю, что я прям выдержала сегодня. Очень хорошо. Это кто там такой красивый, распаренный с венечком? Ну что, иди расскажи ощущения. Я не буду ничего рассказывать. Он тебя холодной водой поливал? Нет. Блин, меня болит, представь. Я так кричала. Я слышала, ты кричала. Я слышала. Ты в бассейн идешь? Давай, я не замерзну. Давай, быстро прыгни. Не будешь? Будешь? Еее. Суперсила. Ай, как холодно. Вот это лицо надо, лицо, ребята. Надо зафиксировать. Ура! Я убегаю. Друзья, срочно все. 9-1-1 вызываем. Боже, спасаем, спасаем. Покажи, покажи. Что это получилось? Посмотрите, муженечек мой парил. Человека нашего, зятя. Я не банный человек. Все, ранен, ранен. Уходим, быстро одевайся. Все, уходим отсюда. Срочно, срочно. Спасайте. В Армению едем. Везем, везем лечить. Все. Что у вас тут? Что вы тут устроили, да? Саня, ну хорошо, когда тебя отпалили? Конечно, хорошо. Так, Машенька, ко мне, кимашки заходим. А кимашки, Маша. Мистер, мистер. Холодно. Все, ты ей больно. Ставь ее, она же такая маленькая, не знаю, у нас девочка. Мышка, наша Мишка. Все в машину, все в машину, все домой. Где ты взяла мандаринку? Ваня, да. Тебе такие красный носик? Да. Ты кого красный носик? У тебя красный. И у меня красный носик. У всех красные носики. Мана. Ты такая принцесса моя, да? Да. А это кто у нас? Аковчик. У него тоже красный. Поцелуй носик, поцелуй пальчик, пальчик поцелуй. У него тоже красный носик. У него тоже красный носик, да? Возле пани. А в других как? Как же мы могли пройти мимо детской площадки. Наши малышням захотели побегать, поиграться. Тут у нас такой есть хороший райончик с площадочкой. А я еще иду возьму нашим ребяткам по кофейку. Пожелок заказал кофе, как обычно, американу. И Ванюшка захотел кофе. Так что, идем пить кофе. Ребята, смотрите, какая прикольная какая-то площадка. Ай, это кафешка просто. Все, я поняла. Ну, прикольно оформлено, конечно, так все по-новогоднему. Тут так пахнет булками и хлебушком. Посмотрите на эту красоту. Конечно, мне лучше сюда вообще не заходить. Я знаю. Что ты будешь делать? А люстра какая. Маша, что ты тут потерялась? Нет, нам не это кофе нужно. Нет, принцесска, нет. Пошли-ка, идем к автомату, будем пробовать. Молодец, иди сюда, Машуль. Будем пробовать сделать кофе. На таком автомате. Вообще-то все просто, я думаю. Просто нажимать, подставить стакан. А копчик будет американу. Так, все, наши киндеры пришли на булочки, да? Пришли на булочки? Это что, так, моя золото? Так, мы набрали кофеев. Идем еще побегаем чуть-чуть на площадке. И поедем дальше. Зима, и вообще я не вижу. А, вон там аж далеко. Андрюха, покажись. Андре. Ай, как классно. Повернись ко мне. Ура. Машуля, давай. Молодец. Маш, тебе холодно? Ой, что и ты там? Ой, что ты его можешь? Погнали. Маша замерзла, надо в машину. Что? Мне не купила булочку. Не купила. Маша, поделишься? Я же не хочу, шучусь. И, мое золотое. Андрей, поделишься? Как мне? Пожалуйста, Андрей. Маша, зато тебе все отдает. Ой, Маша, это вообще любовная любовь. Друзья, спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. Спасибо, что поставили лайк и нажали на, что ты показываешь. Так увидела, так делает сердечко. Хотела сделать, а у меня не получилось. Спасибо, что поставили сердечко. Все, увидимся, друзья. Пока-пока. Пока.